МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Что, мы едем в Джулусу? Мы едем в Джулусу, смотреть на зимние водопады. Никогда там не были? Да. Ну, точнее, нет. Мы там были неоднократно, летом, осенью, ну, в любое время года, кроме зимы. Зимой никогда. Потому что зимой дорога в Джулусу все время укрыта снегом. И пробиться туда очень сложно, как бы. Люди бьются, бьются, и какие там 10-20 километров не доезжают до Джулусу. А сейчас дорога не особо укрыта снега. Вот вы видите, ну, так, снега минимальное количество. Надеюсь, там будет не больше. Погода шикарная просто, вот идеальная погода. Кисловод был какой-то в дымке, в тумане, там, ну, в светучей были. Солнца не было видно. А вот поднялись выше в горы, и, как всегда, отличная погода. Хорошим туристам хорошая погода. И, кстати, сегодня крещение. Вчера я съездил, искупался, нырнул, как положено. Хороший костерчик разожгли. Это обязательно. А здесь купальня. Мостки. И там нырять. Сегодня заехали в собор, постояли на службе, набрали крещенской воды. И вот теперь у нас праздничное настроение. Мы едем праздновать дальше. Субтитры сделал DimaTorzok А вдоль дороги открываются отличные панорамы на плато-конжол. А внизу прекрасные скалы. Вот оно, это плато-конжол. Оно, кстати, выше Бермамыта значительно. И оттуда открываются еще более интересные виды на Эльбрус. Каждый автомобилист по-разному оценивает степень важности аксессуаров для своего авто. Я считаю, что следующим после домкрата и баллонника должен быть насос. И логично, что в современном мире это будет электрический насос. Так как времена механических уже давно прошли. На стенках упаковки отражены все характеристики воздушного компрессора. В комплекте идет удобная сумка на молнии, внутри которой находится сам насос, инструкция и аксессуары. Компрессор двухпоршневой и имеет производительность 52 литра в минуту. Максимальное давление 6,8 бара. Компрессор работает от бортовой сети 12 вольт. И его можно подключить в любом месте автомобиля, где находится соответствующая розетка. Манометр цифровой с тремя единицами измерения давления на выбор. Здесь есть очень удобная функция автоматического отключения при достижении требуемого давления. А значит, во время процесса подкачки можно заниматься другими делами. Насос отключится сам. Кроме того, в корпус насоса встроен светодиодный фонарик. Благодаря которому менять или подкачивать колесо ночью будет значительно удобнее. Для проверки производительности насоса я полностью спустил колесо на Дастри. И время, в течение которого компрессор восстановил давление до штатного, меня порадовало. Ссылки на полный обзор воздушного компрессора и на магазин, где я его приобретал, я укажу в описании под этим видео. По пути заехали на аватарские скалы. Кстати, у нас сегодня два автомобиля. Виталик на Невилешей и я на своем Дайсоне. А вот почему эти скалы называются аватарскими. Из-за вот таких скал причудливой формы. Вот она вертикальная. Не совсем такие, как в фильме, но тем не менее тоже очень необычно и красиво. Очень интересное место. Кстати, здесь по пути есть еще одно скопище красивых скал. Но оно находится в стороне от дороги, поэтому попасть туда немного затруднительно. И обычно мы проезжаем мимо. Но я думаю, однажды мы посетим. А вот там вдали виднеются интересные елочки. Как определить, где север? Смотришь на елочку, с северной стороны у него лежит снег. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Источники Джилусу находятся прямо у подножия Эльбруса. И с каждым километром мы приближаемся к нему. Поэтому виды становятся все краше и краше. А еще здесь в горах водятся яки. Вот такое шикарное создание с огромным пушистым хвостом. Издалека кажется, как будто собаки бегут, когда они толпой чешут. А вот этот ровный участок дороги сделали совсем недавно. Раньше тут была ужасная дорога. Было проехать очень тяжело, только внедорожники могли пройти. Внизу течет река Малка. Вот он мост через нее. И справа в долине есть пара водопадов. И дальше туда в Джилусу есть еще один водопад. Вот он мост через Малку. А это поворот двум водопадам. И он представляет из себя сплошной лед. Прям вообще конкретный. Я даже вот не знаю. Не снесет ли меня? У меня старенькая липучка. У Лешего шипы, у него как бы проблем поменьше. А меня надо будет тебе, Виталик, придерживать. Ты будешь придерживать мою машину, а кто-то будет придерживать тебя. Пускаем первого Виталика на шипах. Вообще никаких затруднений. Спокойно проехал. Ну, а я, думаю, подстрахуюсь. Пусть он меня лучше придержит. Чем меня снесет вот сюда вниз. А вот так вот переправляют Анжелику через ледовую переправу. Ах, хватит! Не хочу садиться. Я потом, ладно, я сяду. А потом уже практически легла. Не тормози, блин, турец. Кошмар. Он просто скользит и все. Не гони натягом, потихоньку. Как я. Просто когда несет, как-то, знаешь, так... А ты тормозить начал, тебя и понесло. Да, я понял. Мы все-таки проехали эту ледовую переправу. Ну, честно говоря, страшновато было. Первый раз немножко в калию не попадал. Там более-така, менее накатанная была. И начал тормозить, как понесло меня. Ну, увидели, в принципе, на видео. Не знаю, как снаружи, может быть, не так страшно, но изнутри неприятно. Ну, со второго раза уже получилось. Пересилил себя. Просто проехал так более-менее в натяг. Ага. Впереди еще одна ледовая переправа. И такая прям нормальная. Ага. Ну, вот тут уже, наверное, стоит. Вот тут УАЗик не поехал. Ну, проехали совсем немножко, несколько сотен метров. И здесь вообще такой огромный ледовый участок. Залитый склон. Вода льется вот оттуда со склонов. И вот она идет-идет, прям такая река. Ледяная. И здесь, я думаю, даже шипы не помогут. Я говорю, посыпать песком вот здесь. Да, тут наклон, зачем он? И проехал. Потому что там, вон, какой огромный кусок льда, там не вариант вообще приезжать. Все мы коньки не взяли. Да. Думали, брать или не брать санки. А в итоге надо было брать коньки. Если машинам здесь неудобно приходится, сложновато, то супруга прям зажигает. Я самый лучший внедорожник. Да, ты только смотри, у тебя экшн-камера в руках. А пока мы развлекались на льду, Виталик готовит ледовую переправу. Как говорится, лучший день потерять, Виталик, потом за час долететь. Ну, в смысле, доехать. За работу взялась Анжелика. Хорошо у меня доля оператора. Минимум физической нагрузки. Точнее, только бегать за машинами. Вот и вся нагрузка. У тебя, казалось бы, нету дороги. Ребята решили сделать дорогу. Иногда все-таки приходится поработать и оператору, когда есть свободные руки. Поэтому берите с собой супругу, штурмана. Или по совместительству. Такую, как я, например, да. Тут нет дороги, ребята. Нету. Тут лед. Просто каток. Не, ну можно было, конечно, дойти пешком. Можно, да. Там недалеко. Там недалеко, где-то там, за пригоркой. А как же элементы джиппинга? Экстрима. Я уже не хочу на водопады. Да. Да, там может стнуть очень сильно. Прям на камень правым колесом, а потом в последний момент вырубку в рулю, иначе выключите колесо снизу. Приключения начинаются. Блин, опасно это место. Очень сильный уклон боковой. Так. Вот красавица! Хорошая резина. Ну и колею мы создали такую нормальную. Леший прэ. Точно. Согласен. На сто процентов. Так как дастер на липучке, оставляем его здесь. Рисковать не будем. А сами продолжаем путь к водопадам на Неве Леший. Едем теперь экипажем из четырех человек. Две девчонки. И мы. И мальчишки. И два мальчишки. А здесь, кстати, только туристами. Только ногами тропа набита. Ни одной колеи. Мы первые. Леший первый. И это наша гордость. По дороге нашли туалет. Он сейчас очень кстати. Но это не просто туалет. Это туалет из ковров. Практически персидский. А вот отсюда можно увидеть ту ледовую реку. Которую только что мы преодолели. И оставленные машинки. Внизу течет рекамалка. А мы сейчас пойдем к ее верховьям. Смотреть на красивые водопады. И Леший, кстати, доехал. Именно здесь все оставляют машины летом. И идут дальше пешком. По тропинке. Вошли в тень от скал возле водопада. И сразу так холодно и неуютно стало. А этот водопад имеет два названия. Тузлук-Шапа по названию горы. И Каракай-Су по названию реки. Великолепно зрелище. Нереально круто. Какая мощь. Сюда стоило ехать зимой. Посмотрите как классно. И лед, и извержение воды. Прошли чуть дальше. Отсюда тоже открывается отличный вид на водопад. И на эту огромную скалу. А по мостику приходится переходить вот такую небольшую речку. Но с крутыми берегами. По-другому не преодолеть. Посмотрите, какие шикарные медузы из льда на этой реке. Очень красивые наросты. Все ближе и ближе к водопаду. О, невероятно прекрасен. Сейчас мы подойдем вплотную. Посмотрим на эти сосульки. Обледенелости. Ревящий поток воды. Когда мы были здесь в мае, то водные брызги от водопада достигали вот этого места, где я стою. Прям вот несло. Такой бурный поток был. Возможно, еще какой-то ветер небольшой, восходящий там или какой. Или просто разбрызгивало. И вот здесь уже была влажность. А до него еще метров 50. Подошел к самому водопаду. Это просто невероятно круто. Мощно, офигенно, сильно. И водной пыли тут дофига, я вам скажу. Объектив заносит считанные секунды. Субтитры подогнал «Симон» 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 То место, где мы засыпали землей, уже прям основательно протаяло. Я думаю, Леша должен нормально пройти назад. Мой Дастер, правда, немного мешает, но протиснулся. А лед, конечно, здесь ужасный. Я уже показывал, но повторюсь. Если лететь со склона, то это где-то вот туда, а там обрыв. Дорогу вам сделали, все. Сейчас в лед упретесь, правее уходите на 20 метров вверх. Мы там насыпали земли, прям отлично пройдете. Без шипов ты? Лепочка. Ну, все равно должен. Если решите, что проедете. Все, давайте. Это было страшно. Мне даже скорее налево несло. Я, как говорится, специально, чтобы не несло вправо вниз, ушел чуть-чуть налево вверх, и меня прям понесло в сторону этого. Я так говорю, оп-оп-оп, увлекся. Ну, нормально. Все, машинка вырулила, прям вот наверх легче. Вот вниз всегда страшнее. Когда вот несет по льду, ну, ничего не сделаешь. А наверх как-то можно грибануть, и все, и резинка поможет. Все, отлично, ребята. Едем на Султан. Также заехали к водопаду Султан. И здесь ледяные переправы предстоят. Уже пешим ходом, но все равно, а нет, протайна, нормально. Мягенький лед прям проваливается. Но сейчас солнце скроется, и все опять заледенеет. А вот здесь летом течет глазной Нарзан. Ну, сейчас его нету, он замерз. Ну, если, конечно, он не где-то там ниже. Тоже весьма красивая река. А вот эти самые замерзшие шторы вдоль реки. Красиво? Да все здесь красиво. По-другому и не скажешь. Здесь все так же функционирует Нарзанный бассейн. Если бы мы вчера не купались в речке на крещение, то можно было бы сделать это здесь. Здесь вода более теплая, она то ли 20, то ли 26 градусов. В общем, гораздо приятнее, чем в ледяную нырять. Но сегодня у нас по плану водопады. А вот и водопад Козыл Кол, или Султан. Называют его и так, и так. Сейчас он очень слабенький, но практически минимальный. Я его раньше видел весной в три струи. Теперь он течет вообще в две струи. Ну, и минимум льда намерзшего. Скорее всего, к его подножию мы не пойдем. Но вот даже издалека взглянуть было бы интересно. Но вам рекомендую посмотреть летний фильм с этим водопадом. Субтитры сделал DimaTorzok А когда спускают бассейн, здесь открывается, естественно, отверстие, откуда выбивает углекислота. Именно она газирует этот источник и насыщает его целебными свойствами. Вот, кстати, здесь даже табличка висит. Осторожно, углекислый газ опасен для жизни. Потому что если пытаешься дышать этим газом, то при недостатке кислорода тупо вырубаешься и все. И когда вода здесь полностью сольется, то можно стоять и как бы пропариваться. Кстати, очень помогает мужскому здоровью, да и женскому здоровью. Шикарное место. В общем, если пройти здесь курс, то от многих болезней излечится. А вот там хорошо видно дорогу на горе Сирх. Мы ездили по ним в Майне, на поляну Эммануэля, и оттуда открываются самые лучшие виды на Эльбрус. Оттуда его видно как на ладони. Прямо вот кажется, ну вот, вот, рукой подать. А вот и третий водопад. Пешком мы сюда не дошли, но зато заехали на обзорную площадку, откуда его отлично видно. Он называется Кызыл-Су. Выше Кызыл-Кол или Султан, а ниже Тузул-Шапа. Вот три водопада в районе Джил-Су. И к этому водопаду ведет вот такое ущелье. Кстати, здесь и троп не видно никаких туристических. Не факт, что можно подойти. А первый водопад, на котором мы были, Тузул-Шапа, вон туристы переходят через мостик, а он расположен между этими двумя скалами. Вот, две скалы, между ними водопад. Со всех сторон показали. А это дача президента Кабардино-Балкарии. Мы ее и снизу видели, на фоне Эльбруса. И отсюда вот заехали, буквально рядом с ней. Импровизированный пикничок с видом на дачу президента Кабардино-Балкарии. Приятного всем аппетита! Субтитры подогнал «Симон»! Обратно предстоит пройти очень красивый серпантин. Видите, как дорога поднимается, да? Вот она зигзагами, зигзагами, зигзагами идет наверх. На самый верх, на скалу. Субтитры подогнал «Симон»! Эльбрус, освещенный лучами заката, мы не увидим. Солнце зашло за него. Но сюрпризы, тем не менее, нас ожидают. Посмотрите, какое шикарное облачное море впереди. Невероятно красиво. Мы находимся выше уровня облаков. А вот там вся долина, все-все-все, включая Кисловодск, закрыта облаками, туманом. Класс! Возможно, мы у него скоро спустимся и попадем в туман. А вот возвышаются острова. Обожаю такие моменты. Облачное море, жди. Мы скоро приедем. Это просто великолепно. Мы проходим левее. Дорога туда не ведет. А это не Кисловодск? Нет, Кисловодск, мне кажется, левее. Но не просто Кисловодск. И вот здесь еще прекрасно освещаемое солнцем. Панорама на плата Канжол. Посмотрите, как оно подсвечено. Как здорово выглядит. Такие оранжевые цвета классные. Отлично сегодня съездили. Одни положительные впечатления. Столько шикарных видов природы. Вроде и не первый раз в горах, но... Все равно, каждый раз захватывает дух. Очень люблю горы. И с удовольствием делюсь ими с вами в своих фильмах. О рассказах на Драйв 2. Товарищи подписчики, это просто бомба. Этот невероятный градиент неба. Розово, переходящий в голубой. Белые облака у ног. Островки горы или горы-островки. Класс. Никогда не устану восхищаться. Такой красотой природы. Супер. Едем сейчас. Прям в туман должны въехать. Надеюсь, запечатим это событие. Где же этот туман? Или со стороны? Ляга классная. Сейчас нырнет. Мы въезжаем в эту тучу. Теперь мы будем в этих... Ежики в тумане. Теперь пока выйдем. Снаружи он такой красивый. Да. Такой классный. Сверху. Сверху, да. Когда смотришь на него сверху. А на самом деле, когда едешь, вот она, мала. Ничего не видно. А теперь опустились ниже уровня туч. Прошли их насквозь. И вот они над нами висят. В виде тоже туманной дымки. Вот так. Закон и гор. Облака преодолены. Мы вырвались из их плена. И снова находимся над ними. Надеюсь, вам понравился этот фильм. Если так, то ставьте лайки. Подписывайтесь на канал. Делайте репосты. Пишите ваши вопросы и комментарии. Буду рад с вами пообщаться. Также смотрите другие интересные фильмы о наших путешествиях и покатушках. До новых встреч на канале. С вами был Андрей Каспер.